МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об аренде рек и платная рыбалка для народа. На начале массовой уборки зерновых и прощаний славянки. Почему многочисленные гости не спешат уезжать из Витебска? Подробности в ближайшие 20 минут. В студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. В Беларуси приняты меры для рационального использования рыболовных угодий. Соответствующий указ номер 247 глава государства подписал еще 11 июля. Этот же документ не предусматривает аренду рек и сохраняет за каждым из нас право на любительскую рыбную ловлю. Однако, по словам жителей Лоева, планы местного райжелкомхоза идут вразрез с народными. Там намерены не отменять, а наоборот, начать взимать плату за рыбалку на реке Днепр в самом центре городского поселка. В тонкостях понимания новых норм указа президента на местах разбирался Александр Добриян. Такое в Лоеве было, чтобы за реку в центре города платить? Да никогда в жизни не было, как это можно платить за реку, что-то и обслуживать, или смотреть что-нибудь. Дед Владимир Олещуна владел над Днепрецовой флотилией. Коренной лоевчанин возмущен появившимся на днях предложением заплатить за рыбалку. Его настроение разделяют сотни жителей городского поселка. Плату за рыбалку любительскую. Такого по жизни никогда не было. Я против этого, конечно. Это общественная река, государственная. Со слов местных жителей, после установки аншлагов пришли два человека и предупредили всех о том, что платная рыбалка на данном участке в черте города. Предложили всем пойти оплатить данные услуги в местный райжелкомхоз. Местные жители отказались. Участок Днепра в пределах Лоева в аренде не первый день. И, собственно, в желании арендатора организовать на нем платную рыбалку еще пару месяцев назад не было бы ничего сверхъестественного. По закону такое решение теперь выглядит, по крайней мере, несвоевременным. Указ номер 247 фактически дает полгода местным властям для того, чтобы привести уже существующие договоры аренды рек в соответствии с новыми нормами. Ведь фактически через 6 месяцев платная рыбалка на белорусских реках будет вне закона. Создаются впечатления, что в Лоеве постарались вскочить, как говорится, в последний вагон. И буквально через несколько дней после подписания указа прямо напротив райисполкома появились новенькие аншлаги с расценками на любительский лов. Логика арендатора непонятна. Зачем тратиться на то, что уже через полгода будет запрещено? Еще больше вопросов от того, что этот участок реки принадлежит коммунальному предприятию, фактически подчиненному райисполкому. Ведь указ, который вступит в силу через полгода, фактически исключает аренду рек как явление. Ну, вы знаете, такой информации не поступило. Конечно, я от вас первый раз слышу. Мы ее проверим, в чем я лично сомневаюсь. Потому что документы еще коммунхоза не подписаны. Они не имеют права взаимоденежные средства. Лоевский райиселкомудхоз в настоящее время готовит материалы для того, чтобы согласовали по платному рыболовству. Аншлаги установлены на всей территории. Они установлены за Лоевом с одной стороны и за Лоевом со второй стороны. На территории Лоева таких аншлагов не установлено. И все же будораживающее общественное мнение аншлаги стоят всего в 100 метрах от здания райисполкома. Свежий песок говорит о том, что аншлаги были установлены совсем недавно. Учитывая, что был подписан указ президентом Республики Беларусь о запрете платной рыбалки, идет как-то вразрез с местными органами власти. То есть президент говорит о том, что платную рыбалку запретить, а местные власти, в том числе райжилкомхоз Лоевский, устанавливают данные аншлаги. Местные жители, конечно, взбудоражились. Еще одна схожая ситуация наблюдается в Гомельском районе. Несмотря на подписание указа, исключающего возможность аренды рек, ручьев и каналов, на 24 июля запланирован аукцион на право аренды участка реки Сож. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Пока готовился к эфиру этот материал, стало известно, что местная власть отказалась от идеи заработать на рыбаках. Аншлаги будут демонтированы уже в ближайшее время. Массовая уборка зерновых началась на юго-западе страны. Старт сельскохозяйственной кампании дали аграрии Брестской области. Позади период серьезной тщательной подготовки. И вот сейчас на полях весь автопарк техники. Главное, чтобы погода не подвела. Ведь в этом году из-за дождей к сбору урожая и так приступили на 10 дней позже обычного. Петр Бутрима о нынешних видах на белорусский каравай. Рукой сжать, оно уже высыпается. А значит, созрело и к обмолоту готово на все 100. Говорят об этом и показатели влажности. Сегодня основные силы сосредоточены на уборке рапса, а это 130 гектаров. И с ними надо справиться до вечера. Поэтому в уме у главного агронома и те культуры, что пока на очереди. В тратикале хорошие посевы стоят. Я планирую, что где-то будет порядка 45 центов гектаров урожайно-зерновых. А пока в поле все 8 комбайнов. Среди них и два новых белорусского производства. Уборка зерновых в одном из самых южных районов страны проходит позже обычного на 10 дней. Основная причина – аномально дождливая погода в первую декаду месяца. Но самое главное, что крупный град большого ущерба не нанес. От стихии пострадало только одно поле. На остальных же с утра до вечера неустанно бороздят комбайны. Александр Кивачук по намолоту в лидерах Малорицкого района уже не первый год. Для семейного экипажа новая уборочная – это и своего рода вызов. Ведь от усердия в эту жаркую во всех смыслах пору зависит многое. Приехал, обслужил комбайн, помазал, продул, почистил и в поле работаем, пока солнце светит. А рядом в одной упряжке убирают брат и тесть Александра. Для Юрия Борчевского это сезон 11 по счету. Его опытному комбайнеру уж точно есть чем сравнить. В этом году поля хорошие. Рапс, допустим, чистенький, наеденный, заросший. В других же регионах на повестке дня также и озимый ячмень. К слову, на сегодня больше половины плана по этой культуре уже выполнено. Порядка 6 тысяч гектаров полей, средняя урожайность которых превышает 40 центнеров с гектара. Уборку мы завершим в течение трех недель в зависимости, как будет происходить дозревание зерна. Дождики прошли. Той влаги сегодня достаточно для того, чтобы не было какого-то там стресса или нехватки влаги для других культур, таких как укуруза, картофель, травы. А пока же самая активная уборка озимого рапса идет по югу и западу страны. Капризы погоды – это вызов аграриям. Но в конечном счете ключевое значение имеют технологии. А они адаптированы к нашим климатическим условиям. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Бреска область. Беларусь может сыграть активную роль в обновлении диалога между Востоком и Западом. Речь об этом сегодня шла на встрече белорусских и европейских парламентариев. В составе зарубежной делегации депутаты из Германии, Латвии, Литвы и Польши. Главная тема обсуждений – отношения ЕС и Беларуси. Устранение препятствий на пути к более тесному сотрудничеству. Визит европарламентариев проходит на фоне недавно завершившейся в Минске летней сессии парламентской ассамблеи ОБСН. Кроме позитивных отзывов гостей о форуме, в центре внимания и миротворческая инициатива Беларуси о запуске общеевропейского саммита «Хельсинки-2». Наши отношения выстраиваются достаточно позитивно, и мы набираем определенные обороты. Мы всегда являлись надежным партнером и не только с точки зрения поддержания социально-экономической стабильности в регионе, но и по другим очень важным вопросам европейского значения. Для достижения конструктивного диалога необходимо развивать отношения между Беларусью и европейскими институтами. Позитивная динамика заметна в дополнительной поддержке развития баллонского процесса, фитосанитарного контроля, достигнут определенный прогресс в рамках совместного мониторинга за качеством атмосферного воздуха и по профилактике чрезвычайных ситуаций. Особое внимание мы уделяем вопросам взаимодействия в рамках инициативы Восточного партнерства и Евронест. Отношения Беларуси и Евросоюза в последнее время заметно активизировались. Это уже второй официальный визит представителей Европарламента под руководством главы делегации Богдана Сдроевского. Политики Старого Света рассматривают Беларусь как удобную и надежную переговорную площадку. Взаимные интересы у бизнеса стороны регулярно встречаются на экономических форумах. Половина иностранных инвестиций, привлеченных в экономику Беларуси, приходится на долю Евросоюза. Кроме того, Европа сегодня второй по значимости рынок для отечественного экспорта. К событиям в мире. В немецком Гамбурге подсчитали убытки, нанесенные акциями протеста во время саммита Большой Двадцатки. Эта сумма составила 12 миллионов евро. Деньги пойдут на компенсацию ущерба автомобилистам, владельцам кафе и магазинов. В ходе манифестаций протестующие поджигали машины, бросали камни в витрины и устраивали баррикады на улицах. Напомню, саммит лидеров G20 проходил 7-8 июля. В эти дни город был буквально оккупирован вандалами, которые рушили все на своем пути. В ходе акции протеста задержанные более 300 человек, еще свыше 500 пострадали. На Новом Арбате в Москве произошел сильный пожар в Высотке. Это уже второй инцидент за два месяца. В этот раз никто не пострадал. 27-этажное здание находится на реконструкции. Там работают лишь кафе, несколько магазинов и отделение банка. На место ЧП прибыли 20 пожарных расчетов. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Спасатели эвакуировали около 80 человек. Еще свыше 20 покинули здание самостоятельно. Причиной пожара стала неисправная электропроводка. Сильнейшие ливни обрушились на Стамбул. Движение транспорта парализовано. Несколько станций метро затоплены. Под воду ушли городские парковки, магазины и первые этажи жилых домов. С перебоями работает аэропорт. Многие рейсы задерживаются. Местные жители предупреждают о возможных сходах оползней и просят не выходить из дома без острой необходимости. Более того, синоптики прогнозируют, что в ближайшее время дожди лишь усилятся. Спецназ Белоруссии и Народной полиции Китая завершили совместную тренировку. Заключительные показательные выступления прошли на полигоне под Борисовом. Бойцы провели контртеррористическую операцию. По легенде, боевики захватили населенные пункты и укрываются в автобусах. Для поиска и ликвидации террористов военным понадобилось около получаса. Дмитрий Боярович о едином щите для Белоруссии и Китая. 20 офицеров и 11 сержантов. Бойцы спецназа из КНР к белорусскому плацу, кажется, привыкли. Китайские военнослужащие провели настоящую контртеррористическую операцию. Это как экзамен после семидневных занятий. По легенде, операции боевики захватили населенный пункт и укрываются в транспорте. Объектами нападения стали два городских здания. Для поиска и ликвидации террористов СОБРу и Ловчему СОКОЛу, так называется отряд из Китая, понадобилось около получаса. Интересно, что спецназовцы действуют в составе боевых двоек и троек, в каждой из которых есть и белорусские, и китайские боецы. Общаются они, кстати, на английском и русском языках. Это сделано специально для того, чтобы достичь полного взаимопонимания между военнослужащими двух стран. Тактический фон операции в точности похож на настоящий. За пример взяты контртеррористические действия сопредельных государств. Вообще, подобные действия СОБРа – это высший пилотаж. Ситуация сложнее, разве что копье Нептуна. Операция по поимке Бен Ладена. Элементы боевого порядка при такой специальной операции, как, например, уничтожение террористического формирования, очень сложные. И вот, чтобы добиться такого взаимодействия, им хватило всего семь дней. На мой взгляд, занятие очень удалось. Все было быстро, слажено, без заминки. За семь дней спецназовцы двух стран провели занятия по огневой и физической подготовке, штурмовому альпинизму. Кстати, по отзывам лучше стреляют китайцы. А вот в ближнем бою нет равных нашим военным. Товарищи из Китайской Народной Республики достаточно хорошо физически развиты. Боевая подготовка у них находится на достаточно высоком уровне. Все грамотно, все четко и уверенно. Мне понравилась ваша еда, особенно картошка с мясом. А вообще, ваши ребята очень открытые. Не только на занятиях, но и в жизни. За тренировкой наблюдал и командующий вооруженной полиции КНР. Ван Нин приехал в Беларусь специально. Мы отмечаем большой эффект от проведенной тренировки. У нас есть успехи в области борьбы с терроризмом. Но это только начало. Сегодня в ходе переговоров мы договорились, что подобные учения станут регулярными. Тренировка «Единый щит» прошла в Беларуси впервые. Для военнослужащих из Китая предусмотрены и экскурсии по стране. На них бойцам из Поднебесной выделено пять дней. Дмитрий Боярович и Леонид Бартенев, телекомпания «СТВ». Видеокамеры на службе экологии. С начала года в их объективы попали более 40 грибников. Они нарушили правила сбора. Пока в лесах собирают лисички и бровики, невысокую активность замечают и работники заготовительных пунктов. Всему виной погоды, из-за которой даже дикоросы начали собирать с опозданием. Однако Галина Буро убедилась, что настоящего грибника все-таки ноги кормят. Вот он, первый подосиновик в этом году. Пусть маленький, но вот он. Александр Петровский искренне радуется удачной находке. Сезон заедлый грибник открыл как никогда поздно. Обычно за 15 минут полная лукошка, а здесь лишь пару дикоросов. Его любимые боровики пока в меньшинстве. В этом году пока еще не сезон, наверное, грибной. Ну, лисички пошли, носят, но немного. А с детства, я говорю, что в детстве, когда мы обходили места лисичковые, потому что только боровиками я занимался. Любил собирать грибы. Потом уже по полторы тысячи штук за поход набирал. Грибы и погода в этом году шагают порознь. И вроде только у грибников после проливных дождей затеплилась надежда. Но нет, ночи по-прежнему холодные. Одни лисички выдерживают испытания. Именно их жители района и несут на заготовительные пункты. Принимают по 7 рублей за килограмм. И все равно до прошлогодних объемов заготовки пока далеко. Выросла цена закупочная. Я по сравнению с прошлым годом, на теперешний момент, мы продали свыше где-то 300 килограмм грибов. На теперешний момент мы продали только около 100. Но если грибники и заготовители сетуют на погоду, то врачей такое положение дел вполне устраивает. Ведь именно на июль обычно приходится пик отравлений. Все зависит от погоды. В прошлом году какая погода была сухая. Было всего 13 случаев в Роднинской области. Об этом идут даже, наверное, еще и не сезон. Специалисты настаивают, чтобы поход в лес не закончился визитом в больницу, собирать лучше молодые грибы. Они не успели напитать вредные вещества. Уходить максимально от дороги. Еще одно золотое правило опытного грибника. Удобная, а главное закрытая одежда лучше друг в лесу. Кстати, телефон здесь может стать не только помощником в экстренной ситуации, но и поводом поделиться добытыми трофеями в соцсетях. Грибники прогнозируют грибной бомб ближе к осени. Говорят, июль не показатель. Лес еще порадует крепкими боровиками, маслятами или груздями. Надо только подождать и идти новыми тропами. И последнее. 26-й Славянский базар признан самым коммерчески успешным за всю свою историю. Об этом заявили сегодня в дирекции музыкального форума. Там уже не только считают Василькову выручку, но и принимают заявки от артистов на следующий год. Тем временем, несмотря на официальное закрытие славянки, яркие культурные события продолжаются. Яна Шипко с подробностями из фестивального Витебска. Самая яркая участница конкурса Донателла из Мексики сегодня охотилась за колоритом белорусским. До отлета девушка не упустила возможности нагуляться по Витебским улочкам. Сувенирами запаслась для всей семьи. Я очень счастлива, что приехала в Витебск. Меня настолько тепло тут приняли. И вот я купила на память о Беларуси для папы, для мамы, для друзей-матрешки. У меня всегда теперь в сердце будет Беларусь, потому что другого такого фестиваля не знаю в мире. Между тем, нашего Егора Шаранкова на улицах уже узнавали гости со всего мира. Вот комплименты от француза. И накануне от болгарской певицы и председателя жюри. Я смог получить максимальные оценки среди всех участников. И мне я рад, что белорусские зрители и зрители в зале признали меня достойным вообще вот этой награды. И то, что жюри тоже заметили меня. Такого интригующего конкурса фестиваль еще не помнит. Одинаковое количество баллов у Беларуси и Украины. И лишь на бал отстала Сербия. Гран-при при отсутствии явного лидера по регламенту не присуждается. А вот чтобы определить обладателей первой и второй премии, жюри пришлось голосовать еще раз. Больше рад тому, что я познакомился с такими замечательными ребятами. И я имею в виду сейчас конкурсантов и ребят, с которыми мы, так сказать, соревновались. Церемония закрытия накануне, как всегда, пестрила звездными именами. Лариса Долина, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили. Такой интернациональный состав артистов увидишь не на каждом концерте. Фестиваль объединяет. Это объединение всех наших республик. Значит, объединение наших сердцев, наших традиций. Весь город дышит фестивалем, так что я это чувствую, и мне это очень-очень нравится. Это самый большой фестиваль любви в музыке и дружбы на нашем постсоветском пространстве, который пережил все и еще переживет многие-многие события. Между тем, время подсчитывать васильковую выручку. После динаминации уникальная фестивальная валюта тоже обновилась. Так что, несмотря на внушительный оборот, в дирекцию в этом году вернется меньше васильков. Коллекционеры охотились за новыми базарными деньгами. Кто впервые приезжает, да, для них это на самом деле диковинка такая, фестивальная особенность. Поэтому радуются. Ну а этот славянский базар оказался самым коммерчески успешным в истории. Больше 80 тысяч билетов раскуплено зрителями. На следующий год у организаторов уже есть не только финансовый задел, но и новые заявки от участников. То, что касается реализации фестивальных билетов, мы выполнили свои планы и перевыполнили их где-то на 106-107%. Для нас это очень хорошо. Как по нотам на бизнес-форуме в фестивальном Витебске подписали несколько соглашений о сотрудничестве с российскими регионами. Делегация из Оренбурга, прилетев за 2000 километров, знакомилась не только с промышленным потенциалом, но и городом мастеров. Нам очень повезло, что мы действительно в рамках визита, приехав сюда, попали на такой праздник, праздник культуры. Очень замечательно, мы очень этому рады. Я уж не буду говорить о составе участников, конечно, очень представительный состав участников. Самые благоприятные впечатления. Спасибо витебцам, спасибо белорусам. Завтра последним аккордом здесь выступит группа «Сплин». Есть символичный знак, все-таки в названии этой группы, закрывающий славянский базар. Ностальгировать по фестивалю Витинской многочисленные фестивальные друзья начинают уже сейчас. Я на этом выпуск завершен. Далее в эфире новости спорта. Всего доброго.